Магазин, дата, парол, ноутбук, ангина, инсульт, ливер, аппендикс. Уверена, все эти слова с английского вы переведете неправильно. Ребята, привет всем! Меня зовут Алина, и вы на канале Silicon Valley Live из солнечной Калифорнии. Сегодня у нас будет неформальный урок английского, где мы с вами разберем список из 25 наиболее популярных ложных слов для переводчика. Вы удивитесь, как много английских слов для нашего русского человека с русскими мозгами и с русским мышлением будут на первый взгляд очевидными. Но в переводе с английского на русский они будут означать совершенно другие вещи. Это будет первая часть наших ложных друзей-переводчика, поэтому подпишитесь на канал, если еще этого не сделали, нажмите жирный колокольчик, поставьте лайк, так как видео будет крайне полезным, и поехали! Итак, я провела тщательный анализ крайне подозрительных слов, которые звучат аналогично, как и в русском языке, пишутся и произносятся так же, как и в русском, однако их перевод настолько коварен, что вы никогда не догадаетесь, что же они могут значить на английском. И прямо сейчас вы узнаете перевод целых 25 спорных английских слов, перевод которых не так прост, как кажется на первый взгляд. Перед тем, как начнем, хочу напомнить вам о том, что текстовую версию этого видео вы всегда найдете на сайте englishonlineclub.com. Можете заглянуть туда на досуге. Итак, первое слово, на которое я хочу обратить ваше внимание, это слово «дата». Слово «дата» с английского переводится совсем не как «дата» в классическом для нас понимании типа дня, месяца и года. Слово «дата» означает «данные», то есть информация, статистические данные. Кстати, я лично произношу это слово как «дейта», не «дата», и вы можете произносить также «дейта» вместо «дата», так как оба этих произношения являются правильными в Америке. Кстати, существительное для обозначения календарной даты пишется по-другому и переводится как «дейт». Следующее слово «интеллижент». Еще один ложный друг переводчика, потому что английское слово «интеллижент» совсем не переводится как «интеллигентный». «Интеллижент» – это умный, умный и высокообразованный человек. Еще одно словечко с подвохом – «парол». Итак, слово «парол» – это совсем не пароль, как вы могли бы подумать. Для пароля в английском языке есть слово «пасворд», а вот перевод слова «парол» с английского вас реально удивит. В общем, «парол» дословно переводится как «условно-досрочное освобождение». Именно поэтому, когда вы делаете в США смену статуса или подаетесь на политическое убежище в Америке, вам выдают документ под названием «адванс пароль». Этот документ на самом деле никакой не пароль и означает, что вы можете выехать из Соединенных Штатов до получения американских документов, то есть, по сути, освободиться досрочно, а точнее уехать из страны и иметь возможность вернуться обратно без наличия американской визы, пока у вас еще нет местных документов. Следующее слово «accurate». Слово «accurate» с английского не переводится как «аккуратный». Это слово означает «точный». То есть, если вы хотите похвалить себя и рассказать окружающим, какой же вы аккуратный и замечательный человек, слово «accurate» использовать не стоит. Вас просто не поймут. Для этого есть отдельное слово «tidy». А вот английское «accurate» смело используйте, когда вам нужно указать на точность какой-то информации. Еще одно слово, которое вы можете неправильно перевести с английского – это «restroom». Конечно, если не знаешь, как переводится слово «restroom», то логически его можно разделить на два кусочка – «rest» и «room». И, по идее, должно получиться «комната для отдыха». Но, к сожалению или к счастью, логика в английском так не работает, и «restroom» переводится как «туалет». Комната для отдыха, кстати, переводится как «recreation room». Следующий ложный друг переводчика – это слово «wakency». Слово «wakency» – это вовсе не «вакансия». «Wakency» означает «свободное место», например, в кафе, кинотеатре или на паркинге. К примеру, если вы у входа в отель, кинотеатр или в ресторан увидите надпись «no wakency», это будет означать, что там нет свободных мест. В то время как «вакансия» в плане трудоустройства на работу на английский переводится как «position». То есть дословно как бы «позиция», но по факту это переводится как «должность». Например, Следующее слово – одно из моих любимых. Ох, как долго я не могла его запомнить и постоянно путалась. Это слово «therapist». Ну, здесь все понятно. Если русский – ваш родной язык, то вы наверняка переведете это слово как «врач-терапевт». Но на самом деле «therapist» в переводе с английского – это психолог или психоаналитик, к которому люди ходят за психологической помощью. Я долгое время испытывала с этим трудности, потому что врач-терапевт в американских клиниках называется «physician», то есть как бы врач общей практики. И вот представьте, когда ты только приехал в Америку, учил английский по учебнику и у тебя нет опыта общения, то ты звонишь в госпиталь и просишь назначить тебя на прием к тераписту. Понимаете, да? А они тебе в ответ, вы не туда, мол, звоните, у нас психоаналитиков в клинике нет. У вас какие-то психологические проблемы? И потом начинаешь изучать этот вопрос, и оказывается, что терапевт – это «physician». Запомните, пожалуйста, это слово, оно вам обязательно пригодится. Следующее слово – scenery. Слово scenery в английском очень похоже на наше русское слово сценарий, но на самом деле scenery – это пейзаж или красивый вид. Например, если вы гуляете возле Golden Gate Bridge, то вы можете сказать, что панорама с мостом напротив вас – это scenery, то есть красивый вид. Еще одно интересное слово – direction. Слово direction означает совсем не директорский состав, как можно подумать, а перевозится как направление. Например, кто-то может спросить вас о том, как пройти в библиотеку, и этот человек будет спрашивать про direction. То есть вам в этом случае нужно просто указать направление. Which direction? That direction. И также вы наверняка знаете однокоренное слово direct или direct. Оба произношения корректны для американцев. Direct переводится как прямо или прямой. Отсюда и в инстаграме прижилась фраза «напишите мне в директ», то есть пишите мне напрямую. Еще одно, но очень интересное слово и с очень необычным переводом – это слово appendix. Однажды я читала книгу по программированию на английском, и дойдя до последней главы, в названии раздела там было очень странное слово, а именно там был аппендикс. В этот момент я чуть не усомнилась в качестве этого учебника, а точнее подумала, что это явно какая-то ошибка. Но после перевода этого слова в гугле я поняла, что основное значение этого слова – приложение или дополнительная глава книги. И аппендикс вы встретите очень часто в книгах на английском. Обычно так называется последняя глава или последний раздел с выводами, и это никакой не русский аппендикс и не аппендицит, это всего лишь приложение или дополнение к основному материалу книги. Кстати, чуть не забыла, книги в оригинале на английском ищите на сайте englishonlineclub.com. Вы же помните об этом, так? Следующее слово – силикон. Да, действительно, слово «силикон» переводится как «кремний», и не путайте его, пожалуйста, со словом «силикон», которое пишется с буквой «и» на конце. Хотя здесь я прошу заметить, что «силиконовая долина» при этом, то есть место, где я сейчас живу в США, тоже является правильным вариантом перевода «силикон вали». Я знаю, что в сети даже в свое время развивалось очень много дискуссий и споров на эту тему о том, как говорить правильно – «силиконовая долина» или «кремниевая». И даже те умники, которые кулаком в грудь бьют и утверждают, что правильно «кремниевая» и говорят, что все, кто произносит «силиконовая» – это «колхоз». Правильный перевод «кремниевая». Вот, «силиконовая»… Можно. Можно. Или по-колхозному. По-колхозному, да. «Кремниевая», конечно же, «кремний». То есть тот, кто говорит «силиконовая», сразу же «колхоз» выдает. Ну, потому что это не «силикон», это «кремний». Что такое «силикон»? Ребята, я вам скажу так. Умные люди, во-первых, никогда не будут называть других колхозом только потому, что их мнение не совпадает с их видением ситуации. Так что будьте добрее и изучайте информацию тщательней. Даже несмотря на то, что «силикон» дословно переводится как «кремний», «силиконовая долина» является топонимом, который установился в русской речи, потому что много наших людей, употребляя «силиконовая долина», очень быстро сделали это словосочетание нарицательным. На самом деле и так, и так правильно. И я считаю, что каждый должен произносить так, как ему нравится, и не указывать другим людям, что они знают лучше, как же на самом деле правильно. Кстати, даже в ютубе, когда хочешь отметить локацию на русском с «кремниевой долины», то такого понятия просто не существует. А вот «силиконовую долину», пожалуйста, можно отметить без проблем. Да и в гугле, если вбить «кремниевая долина», то он у вас спросит, что, возможно, вы имели «силиконовую», м? Так, вам суток, давай! Все потому, что это, так сказать, народный вариант, который очень хорошо прижился в русском языке. «Силиконовая долина или кремниевая долина?» Я за «силикон». Не, вообще, я против «силикона», но в этом контексте «за». Но почему? Правильно, «кремниевая». Я так привыкну. То есть, ну, оно «силикон вэли», «силикон». Не важно, оно все равно не про кремни и не про титики. То есть, это вот просто, это просто слово. В общем, называйте «кремниевую долину» как хотите, как вам больше нравится. Главное, не путайте на английском «силикон» без окончания и «силикон» с английской буквой «и» на конце. Особенно, если пишете имейл на английском. Далее. Еще одно забавное слово «ливер», что в переводе с английского означает «печень», но не «ливерную колбасу» или другие полуфабрикаты из ливера, типа паштетов и прочего. В отдельных случаях ливером в Соединенных Штатах могут называть человека, который живет определенным образом. Но это скорее редкость, чем правило. Переводите «ливер» как «печень», не ошибетесь. Еще одно слово, которое часто путают наши русские эмигранты в США, это слово «мэгазин». Мэгазин дословно переводится как «журнал». Модный журнал, журнал учета, журнал с фотографиями. В общем, журнал чего угодно. Но только не как магазин. Смотрите, не перепутайте «мэгазин» по приезде в Америку с нашим русским магазином. Чтобы сказать «магазин» по-английски, используйте «store», «shop», «supermarket», «mall» или «shopping center». Будете выглядеть ну вообще таким американским американцем, что вас сразу примут за своего. Продолжение к английскому магазину слово «jourнал». В общем, здесь вся ирония в том, что английское слово «jourнал» это никакой тебе не журнал, а это газета. Или можно еще так назвать новостное издание, что по сути одно и то же. Например, газета «The Wall Street Journal». Забавно, не правда ли? Следующее слово с хитростью для нас с вами «insult». Слово «insult» вовсе не переводится как «инсульт». На самом деле это оскорбление. То есть, когда кто-то вас оскорбляет, то этот человек по-английски «insulting» вас. Что касается инсульта, этот медицинский термин переводится на английский как «stroke». Еще одно слово с подвохом «italic». «Italic» в переводе с английского вовсе не итальянский. На самом деле это наклонный шрифт, который мы зачастую называем курсивом. Да, то есть это обычный курсивный текст. Для итальянского в данном случае есть отдельное слово и звучит оно как «italian». Следующее слово – «servant». Да, с первой попытки вы наверняка будете предполагать, что слово «servant» – это сервант с хрусталем на даче у вашей бабушки. Но на самом деле английское слово переводится как «слуга», «служитель» или также «служащий». Отсюда и сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским на Netflix переведен на английский как «servant of the people». Просто потому, что «servant» – это «слуга». Очень похожее на предыдущее слово «server». Основное значение слова «server» в английском совсем не обозначает «сервер», как вы могли бы предположить. В Америке очень часто используют слово «сервер», когда хотят позвать официанта. Дословно, «сервер» – это человек, который оказывает вам какую-то услугу. Имейте в виду тот факт, что «сервер» при обозначении официанта в США вы услышите гораздо чаще, чем классическое британское «waiter» – «waitress». Еще одно интересное словечко на английском – это «ангина», а точнее «энджайна». Да, как вы уже догадались, с ангиной это слово не имеет ничего общего, так как «боль в горле» американцы переводят как «сорс рот». А вот слово с идентичными буквами, как у слова «ангина», то есть «энджайна», означает буквально «боль в груди». То есть это состояние, когда врачи могут поставить диагноз «стенокардия». Одна из самых распространенных ошибок, которые допускают русские иммигранты в США, происходит со словом «ноутбук». Да, на самом деле «ноутбук» – это обычная тетрадка в клетку или блокнот для записи, а портативный компьютер, который в русском языке мы привыкли называть «ноутбуком», на английском переводится как «лэптоп». Еще одно классное слово с явно ложным переводом – «authority». Как вы уже поняли, слово «authority» – это вовсе не авторитет. Так называют органы власти в США. Но подождите, насколько я знаю, перевести это слово как «авторитет» и использовать его в этом значении вы тоже можете. Но основной перевод этого слова все-таки «власть в государственных органах». Еще одно обманчивое слово на английском – «wallet». Обратите внимание, слово пишется как «валет», а произносится «wallet». И нет, это далеко не карточный валет. Карточный валет по-английски – это «джек». Можете запомнить, если вы любите поиграть в покер. Английское же слово «wallet» дословно переводится как «парковщик», то есть человек, который паркует вашу машину. А также словом «wallet» можно называть коммердинера. Коммердинером во времена буржуазии был в буквальном смысле комнатный слуга, который служил господину в богатом дворянском доме. Примечательно, что «wallet» может быть только слуга мужского пола, который служит личным помощником для своего работодателя. Именно слово «wallet» можно часто увидеть в западных странах типа Великобритании и США на табличках возле дорогих ресторанов и отелей, а также рядом с оперным театром и другими заведениями, куда гости приезжают на дорогих машинах. Я однажды видела такого человека, когда мы жили в дорогом отеле в Лос-Анджелесе во время конференции. Там не только был парковщик в красивой форме, прям как в американском фильме, но и ценник на парковку при отеле был космический. В общем, полный сервис. Еще одно слово вдогонку к карточному валету – «wallet». «Wallet» – это слово, которое, ну, очень похоже на предыдущее, однако в этом примере оно и пишется по-другому, и переводится с английского как «кошелек». Еще один неожиданный вариант – «prospect». Слово «prospect» в английском языке вовсе не означает «проспект» или «широкую улицу». «Prospect» означает «перспективу» или «возможность». А вот для обозначения широкой улицы в США вы можете сказать «авеню». Кстати, для тех, кто подумал о рекламном проспекте, то брошюра в США называется «booklet». Еще один очень неожиданный вариант, связанный с человеком – это фраза «best boy». Я более чем уверена, что 99% из вас скажут, «Алина, это же изи, best boy – это лучший парень». Но нет, дорогие друзья, товарищи, best boy – это человек, который занимается освещением во время киносъемок и продакшена. А если быть точнее, то это самый что ни на есть помощник осветителя. Вот такой вот сюрприз и для меня, и для вас. Ну что ж, надеюсь, этот видосик был для вас крайне полезным, и вы узнали для себя много нового. Если это так, поделитесь, пожалуйста, этим роликом в социальных сетях, а также поставьте лайк. Заходите на сайт englishonlineclub.com. Я надеюсь, что в будущем вам удастся попрактиковать слова из этого видео с реальными носителями английского. И у вас не возникнет конфузов или недопонимания с переводом этих ложных друзей-переводчика на русский язык. Расскажите в комментах, с какими трудностями при переводе английских слов сталкивались вы. И также в комментариях внизу вы можете предложить свои варианты слов, которые трудно перевести. Вполне вероятно, они попадут в мою следующую подборку. С вами была Алина из Кремниевой долины. Подписывайтесь на канал, впереди будет много всего интересного. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...